Доступное жилье и городская среда. Как в Енисейске реализуют национальный проект. Сейчас мы строим 90-квартирный дом. На следующий год мы будем строить 60-ти квартирный дом. Этот проект реализуется немножко по-новому с этого года. Дед Мороз по скайпу и корпоративы в пижамах. Как предлагают справить Новый год железногорцам? Естественно, градация возрастная, она присутствует. Со взрослыми немного юмора, с детьми загадки. Я думаю, что благодаря вот такой нашей идее Дед Мороз придет в каждый дом. Каток посреди леса. Инициативные жители поселка в Зеленогорске превратили Таежное озеро в уютное место для активного отдыха. Как говорится, если дверь открыта, мы будем рады всем. Чем больше народу, тем и динамичнее, интереснее будет игра в хоккей. И помощь в уборке снега, конечно же, не без этого. Поддерживать порядок и уют в аварийном доме все равно, что носить воду в решете. Денег и сил на это тратится очень много, а эффект практически равен нулю. Новые обои уже через несколько месяцев начинают рвать. Потолочная плитка отслаивается, а на полу зимой можно ходить только в теплой обуви. Не жизнь, а выживание, так говорит хозяйка квартиры Надежда Бабаян и мечтает поскорее переселиться в новую благоустроенную квартиру. Ждем квартиру с большим нетерпением, так как протапливаем и ночью встаем топим, тепла нету, все выдувает. Под поле у меня через спальню дырка идет улицу, видно, то есть жить невозможно. Плитка потолочная лопается, ДВП на полу лопается, полы кривые. Проблема ветхого и аварийного жилья для Енисейской более чем актуальна, ведь больше половины жилого фонда города построено еще в прошлом веке. Решить наболевший вопрос помогает национальный проект «Жилье и городская среда». У нас реализуется проект по переселению «Светхого и аварийного жилья». Это сейчас мы строим 90-квартирный дом в начале улицы Ленина. На следующий год мы будем строить 60-квартирный дом. Этот проект реализуется немножко по-новому с этого года. То есть, кто живет в муниципальном жилье, мы даем квартиры, а кто живет в собственных приватизированных квартирах, там мы выплачиваем выкупную стоимость. По этому же национальному проекту в Енисейске благоустраивают придомовые территории и общественные пространства. В этом году полностью преобразились сквер возле братской могилы и площадь на улице Фефилова. Фефиловский парк теперь официально называется монастырским сквером. Но, конечно, изменилось не только название. На месте старых огромных тополей появились яблони, рябины, декоративные кустарники. Для детей построили вот такую замечательную детскую площадку. Для молодежи установили качели, а люди постарше теперь могут отдохнуть в уютных беседках. Создание новой зоны отдыха стало, пожалуй, самым грандиозным проектом в сфере благоустройства Енисейска. Вторая волна коронавируса внесла свои изменения в формат работы железногорцев разных профессий. Учителя научились работать дистанционно с помощью различных онлайн-платформ. Врачи буквально живут в больницах вдали от родных, и вентиндустрия подстраивается под новые условия. Прежде всего, естественно, мы говорим о том, что мы не сможем проводить привычные новогодние корпоративы, поскольку по распоряжению губернатора мы не можем делать праздники в кафе, в ресторанах. Но также этот запрет располагается на другие помещения, в которых не предполагается проведение приема пищи и напитков. Поэтому, к сожалению, мы говорим о том, что корпоративов в учреждениях культуры не будет. Ведущие корпоративов, владельцы кафе и ресторанов ждали новых правил и рекомендуемых ограничений и понимают, что доходы явно снизятся. По словам участников рынка, в новогодние праздники у некоторых из них получалось заработать до третьего годового заработка. Как правило, подготовку к новогодним праздникам делают заранее, то есть договариваются с ведущими, договариваются с кафе, вносят различные предоплаты. И уже начиная с осени начинается эта самая подготовка. Поэтому многие клиенты уже внесли задаток, предоплату. И, к сожалению, все уже отменяется, все предоплаты мы раздаем. Все как-то печально на самом деле. И кафе страдают, и страдают артисты, которые выступают также на различных мероприятиях. Страдаем мы. Важно отметить, что железногорские дети не останутся без Нового года. Но утренники в этом году в школах и садиках не будут массовыми. Праздники пройдут в отдельных коллективах и без участия родителей. На сегодняшний момент нам разрешено проводить вот те самые елки для узких кругов, групп, которые и так находятся в постоянном контакте. Это постоянные классы, постоянные группы. Это мы можем делать. Но для того, чтобы мы проводили такие елки, мы обязаны обеспечить полную безопасность участников этих мероприятий. Обязательная обработка рук на входе. Обязательная термометрия как для тех, кто организовывает это мероприятие, так и для всех участников, так и для болельщиков, родителей. И, в общем, у всех тех, кто будет находиться в конкретном замкнутом помещении. Учреждения культуры Железногорска начали адаптироваться к сложившейся ситуации. Придумывают новые фишечки. Например, специалисты ДК предлагают горожанам возможность поздравить своих родных и близких с Новым годом онлайн. В Вайбере раздается звонок либо в Ватсапе. Все видят, что звонит Дедушка Мороз. Звонок срабатывает. Здравствуйте. А вот и я. Вы дома. Я у себя в резиденции. Ну вот, хотим вас поздравить. Есть дети? Давайте с детками поговорим. И так далее. В таком духе. Мы планируем эту новогоднюю запись сделать не только для детей. То есть, если вы хотите свою подругу, друга, жену, маму поздравить именно так, мы сделаем запись и для взрослых. Естественно, она... Естественно, градация возрастная, она присутствует. Ну вот, со взрослыми немного юмора, с детьми загадки, поговорить о жизни, как себя вел и так далее. Я думаю, что благодаря вот такой нашей идее Дед Мороз придет в каждый дом. Такова сегодняшняя реальность. Онлайн-формат уже не редкость. К этому горожане привыкли. Железногорцы проведут праздник дома. И все запомнят этот Новый год как самый уютный в кругу близких людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги подведут до 1 марта 2021 года. В голосовании могут участвовать все совершеннолетние жители края. В 2020 году за счет федерального и краевого бюджетов благоустроено почти 200 дворов и 50 общественных пространств. Медицинский поезд здоровья до конца декабря остановится на трех станциях Боготольского и Козульского районов. Приемы проведут узкие специалисты – хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог и другие. Также будет работать стоматологический кабинет диагностика, УЗИ и рентген и лаборатория. Пациенты смогут пройти обследование, получить результаты анализов, а также проконсультироваться у врачей краевых учреждений здравоохранения. При обращении к специалистам медицинского поезда необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов. В будние дни на катке малолюдно. Те, кто свободен от работы, разгребают последствия снегопада. Среди них Юрий Соловьев, который обратил внимание на небольшое озеро в окружении леса. Многие горожане знают его, как водоем вблизи недостроенной базы отдыха. Юрий провел юность в поселке Тысяча Дворов, а когда обзавелся семьей, решил вернуться в тихое место вдали от городских каменных джунглей. До озера из коттеджного поселка оказалось идти совсем недалеко. Завели собачку, начали местать место, где можно погулять с семьей. Приходили на озеро, которое у меня в детстве купался. Пришли, и мы увидели как бы плачевное состояние. Здесь была огромная свалка, здесь во всех ямах были огромные кучи мусора. С самого озера плавал куча пластикового мусора, по нему. И мы потихоньку за один год где-то вытащили отсюда мусора, наверное, тонны 4. 4,5 вручную. Это каждое утро перед работой. Ходил, брал по несколько пакетов мусора, собирал. Утром рано с собакой гулял, шел и уносил домой. И там потом мусор позабирал их. Со временем озеро стало притягивать и других жителей поселка и города. Внимание сказалось на чистоте водоема только в лучшую сторону. Недавно решили использовать сокрытое от посторонних глаз место отдыха и для зимних забав. А территорию благоустроили с комфортом. Чем больше начали приходить люди, тем больше остается инвентаря. То есть его не ломают. То есть вандалы используются только тогда, когда никого нет. Когда здесь оживленная жизнь, никто ничего не трогает на самом деле. И мусора производят гораздо меньше. Как говорится, любишь кататься, люби и снег почистить. Поэтому перед каждыми покатушками лед подготавливают. В планах расчистить всю поверхность озера, чтобы места на природном катке хватило всем. И конечно же нет ничего приятнее, чем после плодотворной работы наконец поиграть. Сегодня на катке не так много игроков. К выходным же сюда приходят целыми семьями. Катаемся. А еще? Чай пьем. У красоты сидим. Зачем тебе каска? Чтобы голову защищать. Часто падаешь? Ну, практически. Бывает, да? Как говорят основатели катка, это не закрытая территория и не клуб для элиты. Как говорится, если дверь открыта, мы будем рады всем. Чем больше народу, тем и динамичнее, интереснее будет игра в хоккей. И помощь в уборке снега, конечно же, не без этого. О том, когда собираются на каток, основатели катка сообщают в ВКонтакте и Инстаграме. С собой берут лопаты, клюшки, с удовольствием ими делятся. Остается только взять свои коньки и хорошее настроение. Лисосибирский фотоклуб образовался больше 10 лет назад. То, что получается увидеть у любителей и профессионалов фотографии, могут посмотреть и все желающие. Каждый из фотографов представил свою серию работ в свойственном стиле. Пейзажи, репортажные и семейные фотографии, портреты. Все работы по-своему интересны, и на каждую найдется свой зритель и ценитель. Порой, казалось бы, бежишь, бежишь, свои дела, не замечаешь, насколько красива у нас природа. Это то, чем я восторгаюсь. Природа или моя любимая сосна. Я стояла заколдованным возле этой работы. Пак, казалось бы, ну город, а вот тропа, вот эта вот просека, ну это же Чупрово, да? Вот мне, я боюсь ошибиться, вот настолько, вот дети, черты лица, вот даже видно их душу, казалось бы, этих людей. На выставке представлены работы фотографов не только из Лисосибирска, но и из Енисейска. Это хорошо отражает отношения любителей и профессионалов фотосъемки. В объединении они взаимодействуют между собой постоянно. Дружим фотографами, стараемся, гордым. У нас конкуренции как таковой нету. Мне лично импонируют некоторые фотографы прям новым видением. И то, что вот в Лисосибирске можно такое снять прям, это многого стоит, очень интересно. Жители и гости города могут насладиться фотоработами до конца декабря в городском выставочном зале.